И возвращаясь к главной теме, наверняка новые рабочие места и возможности трудоустройства в кризис даст горожанам пересадочный терминал на площади перед морским речным вокзалом, строительство которого вновь привлекло к себе внимание. Напомню, по проекту планируется разместить в терминале вестибюльные зоны с диспетчерской, камерами хранения, зоной ожидания и розничной торговли. Однако в 2014 году прокуратура Архангельска выявила ряд нарушений при строительстве объекта. Сейчас, вопреки решению Архангельска областного суда, работы по возведению здания терминала продолжаются. Нужен ли Архангельску транспортный терминал на морском речном вокзале? С этим вопросом мы обратились к двум горожанам. Один из них Виктор Панов. Я думаю, увеличение рабочих мест за счет изуродования города, если можно так высказаться, неоправдано. Потому что будет уничтожена площадь, на которой мы привыкли, предвокзальная площадь. И замечательное, кстати, для строения его будет не видно. Это все чушь собачья. Но если есть решение суда, то его надо выполнять. Я понимаю, что принимают идиотские законы. Законы, в которых есть дырки, их не выполнять. Я называю их идиотскими. Как когда-то сказал Салтыков-Щедрин, глупость русских законов компенсируется их невыполнением. Закон надо выполнять. А вот с точки зрения, кстати, впервые на телевидении инвестора проекта терминала Алексея Новикова. Ну, плюсы в данном случае совершенно очевидны. Город получит, и жители получат, современный транспортно-пересадочный узел. Для нашего города с довольно сложными климатическими условиями переоценить появление закрытого транспортного пересадочного узла в столь оживленном месте, каким исторически является площадь перед зданием морского речного вокзала, просто трудно. Зимой, вот сейчас вы видели 30-ти градусные морозы, весной и осенью там пронизывающие ветра, дождь, летом жарко. В данном случае решаются вопросы и комфортного ожидания автобусов, и безопасности пассажиров, безопасности в данном случае в самом широком спектре этого понимания. Мы говорим и о безопасности с точки зрения криминальной, то есть это будет освещенная и охраняемая территория с видеонаблюдением, и безопасности с точки зрения того, что происходило до начала строительства, когда на вот этой площадке двигалось очень много машин в произвольном направлении. Сейчас это все будет упорядочено, и все красиво, все удобно для пользователей, в данном случае для пассажиров, которые уезжают в Северодвинск, в Новодвинск, в части поселений Приморского района, в Высокогорский район, в том числе для студентов Северного Арктического федерального университета. Что касается ситуации кризиса, в данном случае стройка не останавливалась по этой причине, и у инвестора нет оснований ее вот из-за этой причины останавливать. Объем средств на данный момент уже вложен достаточный, и надо просто завершать строительство.